Через несколько дней наступит один из самых главных праздников для православных христиан – Крещение Господне. Омовение в проруби – одна из главных традиций праздника. Считается, что если зайти в прорубь и три раза окунуться в воду с головой, можно очиститься от всех грехов и начать новую жизнь. Иордань рубят не как попало. Безопасная прорубь должна соответствовать строгим стандартам. Толщина льда не менее 40 сантиметров, максимальная глубина – метр двадцать. Всего по республике организуют 86 мест массового купания. Одиннадцать из них – в Саранске. Соответствуют ли крещенские купели всем нормам, проверят сотрудники МЧС. Будет проведен осмотр всех крещенских купаний представителями МЧС, администрации, других организаций. Будут составлены акты на предмет их готовности, безопасности и способности участвовать в этих мероприятиях. Сейчас ведутся последние приготовления. Прорубь должна быть чистой, подходы удобными и безопасными. Ну и, разумеется, нужны раздевалки. Также верующие смогут выпить горячего чая. Спасатели и силовики проследят, чтобы в местах массового купания никто не дебоширил и не утонул. Всего в праздничную ночь дежурить у прорубей будет около 800 человек. Кстати, несмотря на относительно теплую зиму, лед на речках и озерах установился плотным слоем. На прудах и озерах в целом ледовая обстановка стабильная. Она соответствует требованиям безопасности. Но будем внимательно смотреть на те купели, которые оборудуются на реках. Там Мокша в Ковылкинском районе, ну и других местах, где ледовая обстановка несколько плохая. Тем, кто все же решит пройти обряд омовения, стоит рассчитывать свои силы. Неизвестно, как неподготовленный организм отреагирует на холодную воду и перепад температур. Если есть противопоказания по здоровью, рисковать лучше не стоит. И самое главное, чтобы купание пошло на пользу и душе, и телу, окунаться в прорубь нужно в трезвом состоянии. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости.